МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. По информации, на 18 ноября в Ненинском округе в стационаре и амбулаторно получают лечение от COVID-19 118 человек. В основном это жители Наринмары и поселка Искателей. За последние сутки выявлено 7 новых случаев. Предотвратить печальную статистику на водных объектах региона в период ледостава призваны сотрудники ГИМС и Управление внутренних дел. Меры по обеспечению безопасности населения обсудили в округе на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. 18 ноября – день рождения российского Деда Мороза. Почему рождение Мороза приурочено именно к этой дате? Кто на самом деле это дедушка и как преображался на протяжении столетий? Расскажем в этом выпуске. Если в первую весеннюю волну пандемии ковидную ситуацию увеличивали в основном вахтовики, работающие на месторождениях в округе, то осенью в списках заболевших COVID-19 становится все больше жителей города Наринмары и поселка Искателей. Этот день не стал исключением. В Нинницком округе за минувшие сутки выявлено еще 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все заболевшие – жители окружной столицы и поселка Искателей. Выздоровел один человек. Таким образом, на сегодняшний день в регионе 118 носителей коронавируса с подтвержденными результатами ПЦР-исследований. У 20 из них болезнь протекает бессимптомно. 17 человек с наиболее тяжелым течением болезни находятся в стационаре Нинницкой окружной больницы. 101 пациент получает лечение амбулаторно. Бесплатные лекарственные средства теперь доступны и им. Нинницкому округу из федерального бюджета выделен 1 миллион 700 тысяч рублей на обеспечение амбулаторных больных с диагнозом COVID-19 бесплатными лекарственными средствами. Особое беспокойство окружных властей вызывает возможное ухудшение эпидемиологической ситуации. Пока она спокойная, непосредственно в тундре, среди оленеводов и в семейнородовых общинах. Они совершенно не защищены от этого. И, естественно, оказывать помощь в тундре гораздо сложнее, прямо скажем, невозможно оказывать. Поэтому эпидобстановка в тундре взята под самый пристальный контроль. Ситуацию мониторит практически в ручном режиме. И еще немного о статистике. С начала пандемии в Нинницком округе проведено около 13 тысяч ПЦР-исследований. За прошедшие сутки 289. На самоизоляции на дому и в обсерваторе находятся 653 человека. Сняты с контроля за прошедшие сутки более 70. Напомню, для прибывающих в округ действуют ограничительные меры. По прибытии в Наринмар необходимо предоставить справку об отсутствии заболевания. Либо провести две недели дома за свой счет на самоизоляции. В округе также действует масочный режим. В общественных местах и на транспорте. Жителям региона рекомендуют ограничить контакты до минимума и перевести там, где это возможно, на дистанционную работу до 30% сотрудников организации. Практически все совещания и рабочие встречи в администрации округа переведены в режим видеоконференц-связи. Однако это не значит, что представители власти должны устраниться от решения личных проблем жителей округа. Какая бы ситуация ни была с ковидом, очень важно вести личный прием. Сохранять эти коммуникации с жителями. У них столько всяких проблем, столько всего наболело, что, ну, понятно, мы видим это, считываем в социальных сетях. Но без личного общения, без личного приема многие вещи просто до нас не доходят. Поэтому сам веду личный прием и вам всем поручаю вести личный прием. График личных приемов в ближайшее время будет опубликован на информационных ресурсах администрации Ненецкого округа. Иван Никонов, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В этом году в процесс принятия окружного бюджета на 2021 год и на плановый период по предложению окружного депутатского корпуса были внесены изменения. Одним из таких нововведений стали депутатские слушания по проекту окружного бюджета, которые прошли в региональном парламенте 18 ноября. По сути, депутатские слушания завершили первый этап рассмотрения окружного бюджета в нулевом чтении. К нему представители исполнительной и законодательной власти округа подошли основательно. С прогнозируемой доходной и расходной частью начали знакомиться и обсуждать детально еще в сентябре. Позже, после поступления проекта бюджета 20 октября в собрание депутатов, на профильных депутатских комиссиях рассмотрели статьи расходов всех главных распорядителей бюджетных средств. Такой подход к процессу рассмотрения окружного бюджета, по мнению депутатов, имеет положительный эффект. Сначала мы изучили непосредственно работу в других регионах по бюджетному процессу, ну как проходит рассмотрение бюджета. И было принято решение, ряд решений о том, чтобы мы начали рассматривать, как уже сказано было, мы в нулевом чтении вместе на площадке администрации, вместе с ГРБС с сентября месяца приступили к рассмотрению бюджета. И депутаты уже делали свои предложения. С учетом замечаний, предложений и рекомендаций окружного парламента, проект бюджета на 2021 год и плановый период на депутатских слушаниях представила руководитель Департамента финансов Неницкого округа. В целом доходная часть бюджета на следующий год прогнозируется в размере 20 миллиардов. Расходы составят 22 миллиарда 357 миллионов. Дефицит бюджета 14,7%. Следует отметить, что в бюджетном законодательстве эта цифра не может превышать 15%. Положительную практику рассмотрения бюджета в нулевом чтении отмечают и в главном финансовом органе округа. Суть изменений в том, что депутаты, если раньше у нас практически у них не было времени на между, допустим, первые мы только доходы рассматривали, общие параметры, а потом быстро пробегали расходы. То есть сейчас уже с нулевых погрузились каждый депутат, каждая комиссия в расходы, понимая сложность бюджета, особенно этого, ну, допустим, следующего года и этого года тоже. Поэтому я хочу сказать большое спасибо депутатам, что они прониклись и поняли, что есть ряд каких-то излишних расходов, что-то может быть нужно, что-то и многое нужно оптимизировать. И действительно разделяют ту ответственность по формированию бюджета, который мы выносим. Он стал, вот мое мнение на сегодня, он стал общим делом и депутатского корпуса, и администрации. Бюджет, он более получился народный, обсуждаемый, да, если он раньше в рамках каких-то проходил, то сегодня на самом деле это депутатские обсуждения, затем еще отдельно будут публичные обсуждения, то есть больше людей будут вовлечены непосредственно в работу бюджета на 2021-2022 года. На этом работа над бюджетом 2021 года и на плановый период не заканчивается, отметил, завершая депутатские слушания, спикер регионального парламента. Ближайшая сессия, которая состоится на следующей неделе, мы фактически в первом-втором чтении бюджет принимаем. Да, принимаем. И потом идут у нас поправки, мы работаем и примем текстовую часть. Далее, этим работа наша не ограничивается. Мы, соответственно, будем руководствоваться сегодняшними рекомендацией раз, планами работ, как я уже сказал, комиссии два, и теми вопросами, которые у нас неизбежно будут на дальнейшей сессии, когда мы принимаем изменение бюджета. Это тоже, это живой организм. Выход на лед водоемов запрещен на время становления льда. Ледовое покрытие должно достигнуть безопасной толщины – не менее 10 сантиметров. Тем временем, два года подряд на водных объектах в Ненецком округе в период ледостава гибнут люди, пренебрегая собственной безопасностью. В период ледостава в 2019 году погибли два человека. Сезон 2020 года также начался с трагической статистики. В октябре, когда, собственно говоря, ледовое покрытие на реке Печора только начало становиться, под лед в районе очистных сооружений провалился снегоход, следовавший из Наринмара в Тельвиску с двумя человеками на борту. Одному из них при помощи очевидцев удалось выбраться из воды. Второй погиб. Его тело спасатели искали несколько дней. Вопрос обеспечения безопасности населения на водных объектах в период ледостава обсудили члены комиссии по чрезвычайным ситуациям на очередном заседании с участием главы региона. Для нас этот вопрос, который мы сейчас с вами будем рассматривать, чрезвычайно важный. Скажу более того, он не просто важный, он жизненно важный. Вот как только начинает на реках, на Печоре, на других реках становиться лед, понятно, что люди, рискуя жизнью, зачастую выходят на этот первый лед, и мы, к сожалению, имеем несчастные случаи. Коллеги, мы не вправе допускать такие случаи. Мы должны их предотвращать. По данным регионального гидрометцентра, на 18 ноября ледостав на водоемах в Нинницком округе пока еще не сформировался. Его толщина не достигла нужной отметки, поэтому выходить на лед, а тем более передвигаться по нему на технике, все еще запрещено. В настоящее время сотрудники ГИМС три раза в неделю осуществляют патрулирование на реке Печора, а на ближайшее время запланированы рейды совместно с сотрудниками полиции. За выход на лед в неположенном месте и в неположенное время предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей. Еще один важный вопрос, который был рассмотрен в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, касался берега укрепления реки Печора в районе улицы Бандарная в городе Наринмаре. Больной вопрос для шести домохозяйств, земельные участки которых разрушаются год от года. Решение проблемы сдвинулось с мертвой точки лишь осенью этого года. Наринмарский городской суд удовлетворил иск прокуратуры к двиноприческому бассейному управлению и обязал им провести проектирование строительно-монтажной работы по берегу укреплению в районе улицы Бандарка в течение одного года с документа вступления силы решения. На эти цели будет направлено из окружного бюджета порядка 8 миллионов рублей. Что касается берега укрепления в районе улицы Бандарной, то до проведения капитальных работ здесь в рамках противопаводковых мероприятий 2021 года муниципалитет осуществит отсыпку проблемных участков. Пока не проведем капитальные работы по берегу укреплению, будем действовать ситуативно. Если нужно, будем подсыпать. Иван Никонов, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В оленеводческих хозяйствах Ненинского округа продолжается сезонная заготовка мяса оленя. В этом году участие в убойной компании принимает 18 хозяйств и частников. Оленеводам предстоит заготовить 1180 тонн мяса в убойном весе. Большая часть сырья будет доставлена в Наринмар в акционерное общество мясопродукты для промышленной переработки. В настоящее время заготовлено 106 тонн мяса или 3852 головы оленя. Это составляет около 9% от плановых показателей. Ряд хозяйств приступает к убойной кампании только в декабре. Результаты заготовительной работы во многом зависят от погодных условий. Оттепели не приветствуются. Всего в рамках кампании в этом сезоне планируется направить на убой более 38 тысяч голов оленей. Перед началом заготовительной кампании специалисты Департамента природных ресурсов, агропромышленного комплекса и экологии предупредили оленеводов об опасности заражения коронавирусом. Департамент направил в адрес оленеводческих хозяйств рекомендации по профилактике распространения COVID-19 в период проведения убойной кампании. 18 ноября в календаре праздничных дат отмечено как день рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день на его вочине в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима. Каков возраст зимнего волшебника, откуда хозяин зимы родом и когда у него появится внучка? Попыталась узнать Любовь Пермякова. А кто же он такой? Наш старый друг и добрый волшебник – российский Дед Мороз. Русский Мороз – персонаж славянского фольклора. Сурового бога зимы и северного ветра наши предки называли трескун Мороз Костуденец. Его представляли седовласым стариком, обязательно с бородой. Он ходил в белой одежде, серебристого цвета, она была свободная до пят, без пояса тогда он еще был. И обязательно с посохом. А может быть, прапрадедом русского Деда Мороза был герой русских сказок «Морозка» или «Мороз красный нос». Его представляли, конечно же, он олицетворял природу. То есть он был властителем с ноября по март, он был властителем природы, мог устроить зимнюю стужу, пургу, нагнать ветер, метель. Проверял, как скованы льдом реки. Назвать его добрым не смог бы даже самый оптимистичный славянин. Ведь в божественные обязанности входило не только замораживание рек и создание метели, но и похищение непослушных детей. В общем, дедушка не всегда улыбался в бороду и носил в руках посох, а за плечами мешок с подарками. Первый Дед Мороз, который назывался Зимником, держал увесистую железную булаву. И если ему что-то не нравилось, применял ее по назначению. Такого сурового персонажа на Руси пытались задобрить. Его зазывали на трапезу и угощали ритуальной пищей, блинами и кутьей. Еда для Мороза оставлялась на окне или на крыльце. Тогда же хозяина зимы просили не приходить летом и не портить урожай. Годы сделали дедушку сердобольнее. Более чем за две тысячи лет невысокий злой дед с седой бородой, бывший богом славян, с приходом христианства подрос и подобрел. Палку он заменил на волшебный посох. В общем, изменился Мороз в лучшую сторону. Это произошло примерно во второй половине 19 века. Тогда в России задумали создать рождественского деда, который дарил бы подарки малышне. И если вначале дедушка носил шубу белого или синего цвета, после 1917 года имидж Мороз поменял. Одежда стала красного цвета под цвет интернационального пролетарского флага. У дедушки появляется не только свой фирменный костюм, но и транспортное средство. Хотя считается, что русский дед обязан ездить на тройке лошадей, есть в усадьбе и другие упряжные. Например, любимец хозяина – белый северный олень Лешка. После 1920-х годов жизнь снежного пенсионера могла закончиться трагически. Ведь в СССР началась антирелигиозная кампания. Не только Дед Мороз, но и елка стали рассматриваться как религиозный хлам и превратились в продукт антинародной деятельности капиталистов. Но после нескольких лет запрета в 30-е годы в Советском Союзе вновь была разрешена елка. С ее обязательным персонажем – Дедом Морозом. В конце 1935 года после некоторых сомнений дедушку полностью реабилитировали. Волшебника восстановили в снежных правах. Хозяин зимы вновь стал в законе. Как выглядели первые Деды Морозы, можно увидеть на довоенных фотографиях. Один из таких снимков хранится в Ненецком краеведческом музее. Долгое время в детских садах Дедом Морозами были воспитатели. Вот здесь хорошо видно костюм, женские глаза, накладная борода и усы из мочала. Тогда же появляется и неизменная спутница Деда Мороза – Снегурочка. И с тех пор холодный персонаж стал неодиноким. Дедушка! Внученька! Здравствуй, дорогой! Здравствуй, внученька! Первое совместное официальное появление Деда Мороза и внучки в качестве его помощницы произошло на встрече 1937 года в Московском Доме Союзов. Вообще, стоит отметить, что добрый старик имеет своих прототипов во многих других странах мира. А у милой светловолосой девушки такого прообраза не существует ни в мифологии, ни в легендах и в сказках иных народов. Снегурочка – это исконно русское достояние. В фольклоре Снегурочка является персонажем народной сказки, а сделанной из снега девочки – Снегурки, Снежевиночки, которая ожила. Этот сюжет был обработан и опубликован в 1869 году Афанасьевым. Пройдет еще 30 лет, и Дедушка Мороз станет не только национальным героем, но и главным героем фильма-сказки Александра Роу-Морозка. Леденящая душу история в сюжете моментально растопит сердца миллионов детей и взрослых по всему миру и станет любимой кинокартиной нескольких поколений. На вот шубу мою, лапушка! А как же ты, батюшка? Не замерзнешь? Не замерзнешь! Кстати, в личной жизни у российского Дедушки Мороза тоже все хорошо. Ведь в отличие от своего зарубежного коллеги Санта-Клауса, Мороз в семейной жизни вполне счастлив. В женах у него сама зима. Любовь Пермякова, Антон Бедряков, Телеканал «Север». Объединенная гидрометеорологическая станция Наринмара прогнозирует по Ненинскому округу на 19 ноября усиление ветра. Управление МЧС по Ненинскому округу в свою очередь обращается к жителям региона с рекомендацией по безопасности поведения в такую погоду. Так, на территории Ненинского округа ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, на побережье местами до 22-27 метров в секунду, а в заполярной столице с порывами 15-17 метров в секунду. В связи с этим, главное управление МЧС России по Ненинскому округу рекомендует жителям без необходимости не покидать жилых помещений, при нахождении на улице обращать внимание на слабо закрепленные конструкции и не находиться рядом с ними, а также в целях безопасности следует воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...